Здравствуйте дорогие птицы. Хочу показать как я выращиваю опарышей зимой для цепля, для птиц. Вот лампа греющая, клетка висит. В подвале, в погребе, вот решил сам выращить опарышей, подумал что покупать для птиц дорогой он. Клетку собирал сам, обтянул ее марлей, просто эта птичья клетка. Обшил ее тюлью, снизу вон она завязана, вот мухи, мухи сейчас сдохли эти все, буду новую партию брать, вот они мухи, надо будет их вытрясти. Кормлю я их манкой, сухим молоком, на манку похоже. Здесь я наливаю сироп, вот марлистый, чтобы они не утонули, пьют отсюда. Просто сладкая вода, да? Да, сладкая вода. Сюда я помещаю опарышей, выкину, вон, вон, сними. Плата куколки, выкину я сейчас уже. Вот вылупившиеся опарыши. Выводил сам три партии, но не пойдет лучше брать всегда нового, потому что скрещивание между собой, результаты вообще с каждым разом все меньше и меньше. По количеству меньше? Да, меньше. Вот опарыш последний. Брал я его в этом, не его, их, не этих, родителей в рыболовных магазинах, где опарыш. Вон опарыш последний, было полбанки, уже скормил, вот куски мяса, доедает. Вот это уже свое, третье поколение своего опарыша. Буду брать, но он вот мелковатый, надо брать новую, новую партию уже другого. И выведу с них мух, ну, потом покажу. Вот здесь помельче опарыш. Мясень, вон оно. Он весь в мясе сейчас. Ну, до этого было хорошо видно, тут протрось. Вон они, видно их. Вон. Ну, уже последняя партия не то дала. Мало. Сейчас я покажу, как бролеры его едят. Кормлю их до месячного возраста. Сейчас опарыша мало оставлю, певчим, птичком. Сейчас вот это дам. Сейчас давай занесусь, чтобы не донесся. На улице Март еще снег лежит. Сейчас я поставлю все на место. Вот это все стоит возле лампы в тепле. Температуру не замерял, но разводится. Разводится. Идем сейчас бролером дадим. Вот. Где он сидел? Нет. Вот у нас цыплята. Они туда парыш лов. Вот. С великодей. Я оставил перчим птицам. Комесячного возраста кормили, когда его много. Едят, растут. Отличный у него. На живом корме это. Все сверли. Идем. Как не балалов? Ну это мало что для них. Надо полбаньки хотя бы брать. Сейчас потом возраст скачет. Еще покажу какой еще корм врач. Вот они птички. Вот их я и кормлю. Здесь щеглы, овсянка, зяблик, риполовый. Риполовый не едят. А основном едят щеглы, зяблик, овсянка, опарыши. Насыпаем отсюда. Отсюда скрявые. Здесь канарейки. Вот еще что я выращиваю. Недавно взял. Хочу попробовать вот на зоофобус. Вот вылез как раз кушать. 60 штук здесь. А вот они, личинки. Сейчас хочу вывести жука. Это личинка, да? Да, это зоофобус. И кормить уже планируем взять курей. Этих. В яичной породы. Разведем зоофобуса. И будем кормить ими. Сейчас один вроде окуклился. Я его убрал. Остальные что-то. Брал я его в январе. 60 штук здесь. Едят. Хлеб кидаю. Капусту. Яблоко. Для этого надо убрать. Ладно, беру, потом сгнил. От птиц корм скидываю. Да они вообще. Да они, вот они все внутри. У них уже здесь ходы свои. Ну здесь их 60 штук. Сейчас вот получим от них жуков. Ты тоже вот прочитал, что это отличная подкормка. Едят их еще и домашние животные. Там разные рептилии. Черепахи. Брал я его в Иркутске. По 5 рублей штуку. Ну что-то он с января месяца ну сидит. Сейчас вот один окуклился вроде начинает что-то он. Сейчас покажу. Вот так. Сейчас их мы разведем побольше. Уже чтобы кормить птицы кормили. А они прям в это в чем они расскажут? В ведре. Вот ведро, да. Ведро субстратов. Там половина опилок. Ну сколько там процентов. 10 опилок в отрубе. И вот от птиц чего корм остается. Скидывают тоже. Едят. Недоеденные семена. Ну там все клюют. Яблоки, море, капуста, хлеб. Ну едят. Он нормально себя чувствует. Никто не сдох по прямой. Первый раз это опыт. Не знаю что получится. Ну должно получиться. Вот что брал. Думал буду кормить личинками. Но что-то здесь мелкий слишком. Это жук знахарь. Вон его. Размножился уже. Вон личинки. Целую проблему выбирать оттуда. Не знаю. Ну едят тоже птицы. Да вот. Это черненький. Это жук. Сейчас покажу. Вот он жук. Вон личинки. Уже во все время брал. Там штук 200 их было по-моему. Сейчас уже его развелось. Вон личинки на хлебе. В основном хлеб. Кидаю. От заварки. Пакетики. Чтоб как бы это. Влажность была. А этим зоофобусом. Ну влажность. Вон от этих. Капуста. От яблок. Влажность. Здесь еще. Здесь убрал куски хлеба. Ну здесь вон тоже стал размножаться. Вон личинки там. Жуков. Ну еще здесь немного. Вот будем кормить птицы. Эти-то этих. Певчие-то щеглы не смогут съесть зоофобус. Слишком большие для них. Вот здесь пара реполовов. Гнездо повесил. Не знаю может что будет. Ну вроде газета таскает. Рбут. Здесь каймон там тоже у меня. В углу сидит реполов. Поет красиво. Здесь вот щеглы. В основном щеглы эти все едят. Вот эти. Параши. Сейчас ну-ка. Сейчас покажу вам. Личинку. Которая начинает окупливаться. Ну-ка. Вот она одна личинка зоофобуса. Сейчас ну-ка. Сверху. Вот она. Вроде. Вроде не сдохла. Вроде как. Почитала о него. Так должна окупливаться. Посмотрим. Ну она какая-то и мелкая. Вот. Первый раз. Посмотрим. Разведем. Что получится. Вот так. Про опарыши. Опарыши. Вот скоро буду строить. Большой курятник. Там я сделаю хорошее место. Уже большую клетку буду в больших объемах разводить. зимой. Кормить птиц. Так что. Кому интересно. Вот. По своему опыту расскажу что как. Кому что не понятно. Скоро возьму. Поеду в рыболовный новых опарший для маточного поголовья. Чтобы получать побольше. А то уже с последних. что-то мало они личинок дали. Опарыши. Ну вот так. Вот таким кормом мы подкармливаем. Собираемся кормить. Зоофобусы все убежали. Ну а летит вечером. Где-то часов 5-6 все начинают кушать. Лазить. Кормлю раз в 3 дня. Кидаю что-нибудь. Ну и все. Вот так. Ладно. Пока. Пишите. Отвечу если что не понятно. Пока.